Девушки отдыхают Ставь лайк и подписывайся, потому что стучал, стучал. Я же достаточно позитивно сказал. Расскажи немного о себе. Родился в городе Новийске. В 82-м году переехал в Москву в 89-м. Учился в школе, в лицее энергофизическом, ну с уклоном в физику, математику. Мне всегда было интересно, интересно точной науке. Параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Потом поступил в институт, собственно, при лицее энергофизическом МИИ. Закончил, получил специальность инженер по специальности биотехнические медицинские аппараты и системы, потому что очень верил в биотех. Получил еще, пока учился в институте второго высшего образования, английский язык. И на четвертом курсе у меня родился первый сын, и мне нужно было идти зарабатывать деньги. Но на самом деле я до этого подрабатывал у отца сисадмином и немножко там на 1С что-то там кодил. Да, ну, собирал сетки, собирал компьютеры. В общем, такой был, как сейчас, мастер, компьютерный мастер по вызову. Вот, выезжал там, разные штуки чинил. Собирал компьютеры и искал работу веб-программистом или сисадмином. Но так получилось, что нашел работу интернет-маркетологом в международной компании. Это продуктор-админ, ремонт-администратор, удаленное управление компьютерами. И, собственно, там я начинал свою карьеру с 2004 года как менеджер по интернет-маркетингу, занимаясь контекстной рекламой, SEO, чуть-чуть там на PHP кодил, потому что на Bittrex был движок был Bittrex. Вот, было очень клево. В 1936 году мне дико захотелось стартапа, и я пошел, опустился, так сказать, во все тяжкие, пошел сначала в FastLine Ventures, запускал проект Купи Бонус, купонные сервисы. С очень крутыми чуваками мы стартапили. Ну, скажем так, один из них сейчас менеджер-директор WeWork международного. Женя Миропольский, который был SEO Купи Бонус, а я был там маркетинг-директором. Мы там много чего сделали интересного, потом, соответственно, я пошел в другой стартап детских товаров, интернет-мазин детских товаров Baby Boom. Это классический e-commerce с логистикой и всеми пирогами. Подняли денег на первом раунде, миллион долларов. Плохо сходилась юнит-экономика, то есть не смогли закрыть второй раунд, и вот ближе к концу 2011 года компания развалилась. И потом, собственно, я уже пошел в Letras. Letras, электронные книги. Маленький средний чек, уровень пира 196%. В общем, все здорово. А после Letras в 2016 году уже так получилось. Мы там встретились с Гурским, пообщались. У меня был свой интерес. Надо было интегрировать Letras в Одноклассники. Это не получалось сделать на протяжении последних там пары лет. Но в итоге Гурский предложил мне возглавить Maps.me. Я сильно призадумался, пошел, подумал, подумал. Потому что у меня были определенные сильные мотивации оставаться в Letras. Ну, я такой, типа, когда еще будет такая возможность возглавить большой, очень интересный международный проект? Потому что Letras — это больше про Россию, а Maps — это весь мир. И это, конечно, меня сильно задрайвило. И вот, собственно, вот я здесь. Вот краткий пересказ моей истории. Окей. Ну, смотри, ты, получается, и образование получил инженерное, да, и занимался программированием. Не хотелось где-то в процессе развития как маркетолога вернуться в инженерию больше, в разработку? В разработку? А, ну, кстати, я вот, собственно, я устроился в 2004 году, когда был еще студентом на 4-м... То есть я закончил 4-й курс, и у меня начался 5-й курс, это диплом. Что мы делали? Мы на C++ делали систему анализа ЭКГ. То есть мой партнер, как бы мой товарищ по группе, он делал аппаратную часть, я делал программную часть. Собственно, задача была допилить продукт до хорошего состояния и реализовать определенные фичи интерфейсные. Я просто вот 2 недели кодил вообще как бы не вынимая, что называется. То есть это было вот... Ну, если есть как бы типичное представление о разработчике, то оно... Я вот четко ему соответствовал. То есть я сидел... Кофе, кофе, красные глаза. Там до 4-х утра какие-то там, значит, футболки нестиранные, да, там, свитерочек растянутые. Ну, все как положено. И я настолько сильно погрузился как бы в всю эту тему, что реально 2 недели как бы вообще там практически не вставаю. В итоге все хорошо, мы там все сделали, все супер. И, кстати, сейчас уже есть... Ну, тогда, кстати, мне казалось, что я не очень был там все уверен в плане предпринимательском плане, поэтому мне казалось, что мир такой большой и страшный. На самом деле, если бы мы тогда этот продукт начали развивать, возможно, бы сейчас была бы биотехкомпания, потому что есть компания Lifecore в Штатах, которая, собственно, это и делает, ну, в виде просто там девайса на часы. Здесь у тебя один контакт, ну, по сути, два отведения левая рука, правая рука, и снимается ЭКГ, и дается предварительный диагноз. То есть у нас была суть в том, что в программной части были паттерны заложены, по которым можно было буквально за 5 минут оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Достаточно такая прорывная штука. Насколько полезно будет разработчикам, программистам понимать про маркетинг, что это такое, там, зачем это нужно. Это суперполезно. Я бы рекомендовал всем людям, вообще в принципе всем людям развивать эмпатию, технарям развивать скилл как бы коммуникационный, да, и понимание маркетинговой части значимостью. А маркетологам, соответственно, лучше погружаться на технический уровень, хотя бы в виде, там, записать хорошее ТЗ, сесть его и продумать. Это тоже, скажем, гуманитариям не очень легко дается, потому что это нужно сесть, продумать все возможные сценарии, все это записать. Их это может немножко утомлять, да. А в отличие от разработчиков, которые как раз таки любят построить алгоритмы, там, таблицы. И тем и другим нужно двигаться навстречу друг к другу. Тогда будет очень хороший симбиоз, и вот такие вот союзы дают очень хороший результат с точки зрения бизнеса. Как вы внедряете новые фичи? От кого приходит задача? Как вы все это меряете? Можешь рассказать? У нас есть, ну, понятно, есть бэклог, просто пользователи пишут, там, типа, вот было бы здорово, вы это добавите, или такая-то проблема. То есть есть какие-то баги, технический долг, да, так называемый, мы его там как-то ставим в план и постепенно все это фиксим. Это как бы такой первый источник изначально, который был всегда. Значит, второй канал, который мы открыли, ну, который мы начали активно использовать там с 2016 года, это отзывы пользователей. Мы сделали просто опрос, достаточно большой, ну, там много вопросов было. Сделали пуш и удивились, насколько суперактивно люди отвечают на наши вопросы. Там были, ну, совершенно разный спектр вопросов, касающийся определенных фич, как люди что используют. Мы получили огромную обратную связь и поняли, что как бы это суперканал, который нужно дальше использовать. Стараемся там раз, ну, пару раз в квартал делать какие-то такие массивные исследования. То есть, ну, чтобы понимать, это где-то с 300 тысяч пользователей, которые мы отправляли пуш, мы получали 60 тысяч заполненных анкет на пяти языках, и все это было там со сплитом по регионам. То есть мы четко понимали, где там в Азии, в Африке, в Америке, как народ что использует. Вот это второй жирный блок, это опрос пользователей. Но этого недостаточно, чтобы делать, чтобы формировать стратегию. То есть, если ты будешь только опрашивать пользователей, ну, ты спрошешь, вам вот это нужно? И скажешь, да, нам это нужно. Ты такой, типа, ой, надо вот это делать. И ты просто, у тебя получится огромный спектр всего, что можно делать, но без фокуса. Собственно, третья часть, это как бы задача была, как раз вот в 17-м году мы сформировали принцип ДНК, который является уже фильтром, отфильтровывает все, что не надо делать. То есть, ну, есть клевая фраза, как бы, недостаточно знать то, что нужно делать, важно знать, что еще не нужно делать. И вот мы как бы, сформировав вот этот большой пайплайн того, что хотелось бы делать, можно делать в рамках нашей тематики, мы сформировали ДНК, который нас как бы хорошо фокусирует на... Ну, мы позиционируемся как номер один карты для путешественников. У нас там более 100 миллионов остановок, но мы очень так размазаны по миру. Мы не пытаемся быть каким-то локальным супернавигатором, мы пытаемся фиксировать сознание человека, как, там, карта для путешественников, это хорошо работает. Вот, собственно, ДНК, она позволяет нам как раз-таки немножко расчистить полянку и правильно транжировать все эти задачи. Анализ нашей собственной аудитории, да, пойми свою аудиторию, он дал четкий ответ, что вот мы про тревел, мы хорошо фиксируемся в сознании как карты для путешественников, и нам нужно делать то, что будет делать нас сильнее именно в этом сегменте и будет выделять на фоне остальных. Вот, собственно, у TripAdvisor мне очень понравилась концепция, как они описывают стадии путешествий, они делятся на четыре стадии. Dreaming, planning, booking, experiencing. Dreaming, собственно, там ты мечтаешь про путешествие. И оно зациклено. То есть когда у тебя заканчивается предыдущее путешествие, ты думаешь о следующем. Ну, как бы де-факто. И, во-первых, я понял, где мы находимся сейчас. Мы находимся в стадии experiencing. Люди не используют Maps.me как приложение для, там, поиска вдохновения, куда бы поехать. А как тулзу, да, там, тул, чтобы не потеряться, чтобы навигироваться на месте. То есть поэтому скачивание Maps происходит обычно, там, ну, не знаю, там, за неделю, за пару недель по рекомендации друзей перед путешествием. И уже в путешествии человек с Maps находится. И постепенно приходили некие такие вот концепции. Я стал понимать, что, ну, в первую очередь, надо решать именно продуктовую проблему. То есть не пытаться мыслить, типа, а как бы мне заработать больше денег, а пытаться мыслить, как мне сделать, как мне, ну, как бы быть во всем цикле, присутствовать туристическом, и сделать что-то реально прорывное. И вот здесь как бы вышла на поверхность концепция туристических маршрутов. Мы, собственно, ее вот сейчас уже релизим буквально скоро. Маршруты пользовательские, это то, что вот любой турист, когда едет в путешествие, он создает, ставит какие-то метки, да, на карте. Все равно это завязано все на карте. Вот, по сути, мы создаем, создаем как бы, ну, сейчас создаем самый большой UGC-каталог маршрутов, чего нет ни у кого в Travel Industries. Есть отдельные стартапчики, кто пытался делать что-то подобное отдельное, но у них это не летит, потому что очень дорого привлекать аудиторию в Travel Industries, она очень, высокий customer acquisition cost. У нас есть как бы источник в виде карт. Вот карты — это наше ядро и сердце как бы сервиса, который нам позволяет супердешево получать тебе огромную аудиторию. У нас очень много органики за счет того, что люди рекомендуют просто мэпсами друг другу. Обсудив все это вместе, мы дальше начали уже приоритизировать задачи, естественно, вместе. Собственно, вот мы формируем pipeline задач, он большой, там 180 задач получилось. Мы начали приоритизировать их по четырем критериям. Удержание аудитории, как самый важный такой показатель, точнее, как эта фича влияет на удержание, да, способна ли она лучше удерживать аудиторию. Привлечение аудитории, то есть способна ли она дать нам новую аудиторию, монетизация, будет ли у нас этого деньги, и соответствие ДНК. ДНК — это последний, так сказать, рубеж и фильтрация, где мы откидываем то, что не соответствует нашей ДНК. Вот таким образом мы проходимся. Мы достаточно долго это упражнение делали, по-моему, месяца два мы проходились по всему этому списку, как раз готовя стратегию на 2018 год по разработке. Но в итоге на выходе получилось все хорошо отранжировано. Там есть еще дополнительные факторы. Это аудитория, на которой сейчас фича отаргетирована, и аудитория, и потенциальный размер аудитории, до которой она может дорасти. Ну, точнее, на какую часть аудитории она может дорасти. Например, автонавигатор сейчас в Maps использует активно, там, 10% аудитории. Мы знаем, что если мы сделаем суперавтонавигатор, этот процент вырастет, ну, максимум, там, ну, не знаю, до 40%, да, так мы понимаем значимость этой фичи с точки зрения, в пересчете на усилия, которые мы можем потратить на ее разработку. Это, кстати, вот эту концепцию я взял у одного из ребят из почты по приоритетации. Потом мы фич побили по блокам, потому что если ты будешь все флэт списком сортировать, ну, скорее всего, какие-то куски задач, которые там принадлежат значимой, но к какой-нибудь блоку автонавигации, они будут где-то слишком низко. В общем, мы взяли, по-моему, на 5 блоков все скомпоновали по концепции и уже внутри этих блоков сделали приоритизацию и выбрали просто топ, там, топ 3-4 задачи. Потом раскидали это по году, ну, и примерно прикинули вообще, как бы влезет это все в год у нас или не влезет. Ну, с детализацией такой high-level по кварталам. Ну, а дальше, соответственно, уже идут ежемесячные итерации, спринты, ну, на самом деле месяц. Чуть больше, обычно чуть задерживается, всегда появляются какие-то неожиданные вещи. Там 2-3 недели разработки и там 2 недели тестирования, регресс и, соответственно, релиз. Ну, у нас примерно там от 10 до 12 релизов в год. Вот так мы стараемся, вот так устроено как бы наше планирование и разработка. Ты вообще, в принципе, придерживаешься такого уровня в построении всей команды, такого подхода? То есть я к чему-то сейчас очень подробно рассказал про то, как у вас формируются задачи, каким образом, откуда они взялись. На каждом ли уровне подчинения люди настолько детально понимают, как создается продукт. Вот рядовой программист будет это понимать? У нас есть еженедельное совещание по пятницам в 12 часов дня, где технический директор рассказывает про достижения технической команды за неделю, маркетинговые, бизнесовые показатели. И я, допустим, питчу про стратегию обычно, рассказываю еще раз, что, куда мы идем, что мы делаем. На самом деле вся команда знает про то, что мы делаем и куда мы бежим. То есть ты сам всей команде рассказываешь про стратегию. Да, да. Я считаю, что это обязательно часть стори тейлинга так называемого, потому что если твоя команда, вся команда не знает, куда вы бежите, тогда создается ощущение непонимания и какого-то страха, может быть, не знаю. Я считаю, что каждый должен четко понимать, что мы делаем. И когда формируется стратегия, она всем ребятам отправляется и продуктовал план. То есть мы его не скрываем, у нас нет каких-то там секретных секретов от коллег. Все как бы все знают, что мы делаем. Смотри, у тебя в сколько человек работает с сервисом сейчас? Всего в команде. 32 человека. 32 человека. 32 человека создают сервис для какой аудитории? Сейчас у нас где-то 105 миллионов установок, порядка 12 миллионов мал, monthly active users. И достаточно большой такой install base, это те, у кого, ну, понятно, что люди там ставят приложение, устанавливают, удаляют. У нас порядка 20, ну, по грубому подсчету, где-то 25-30 миллионов active install base. Это вот унитория, которая установлена Maps.me, но они там ее используют эпизодически. Вот масштаб. По гео, это Россия у нас сейчас примерно 12%. Немножко подросла в результате чемпионата мира. В основном у нас Европа, это где-то сейчас 40%. Германия, Франция, Испания и так далее. Классический набор. 15% северная, южная, центральная Америка вместе. Ну, в основном, конечно, южная. И 20% Азия. Азия подрастает и миддл-лист подрастает. Вот мы как бы так вот. Spread it all over the globe. Сколько из этих человек разработчиков? Разработчиков всего 16 человек. Вот именно те, кто пишут код, 16 человек. 16 человек делают продукт для такой огромной аудитории. Это очень круто. Ищете разработчиков сейчас? Ищем разработчиков. Каких? Поскольку мы сейчас делаем несколько веб-сервисов, для того, что в тревеле очень много трафика на вебе, и мы сейчас делаем некие тулзы для планирования путешествия для веба. И есть потребность в питон-разработчиках для сервер-сайт части, потому что у нас уже есть сервер-избронирование гидов, у нас сейчас в разработке тул для планирования путешествия на вебе. Это все как бы сервер-избронирование. Потому что у нас текущая команда, это C++, и у нас все работает на клиенте, поскольку мы offline maps, у нас все на клиенте. И до какого-то момента у нас вообще не было никакой сервер-избронирования разработки, и сейчас она потихонечку появляется. Есть такая профессия, по-моему, она все еще есть, картограф. И у вас есть в команде картографы? Прямо человек, задачи которого прям сидеть и мапить, такого человека у нас нет. Карты создают волонтеры-картографы. Ну, кто угодно. Я на самом деле сам тоже зареган, и мне это по фану, я называю SM майнкрафтом для взрослых. Это прикольно. Ты можешь взять и улучшить какой-то регион, обычно начинается все с дома, где ты живешь, ты в округе смотришь, типа, вот здесь тропинки нет, вот этого нет. Начинаешь отрисовывать. Потом, не знаю, ты куда-нибудь съездил на велосипеде, записал трек, которого нет на картах, и загрузил в OSM. Этим пользуются как бы все, это открытые данные. Так что, если говорить про масштаб, то это порядка, в мире 60 тысяч monthly active mappers, которые мапят OSM. Типа, это как Википедия в картах. Насколько сложно обычному человеку технически не сильно подкованному, скажем так, взять и добавить, не знаю, свой дачный участок, например, на карту. Это супер просто. Я даже своего старшего сына зарядил, он, короче, мапит сейчас дома, пока дома. Это достаточно легко делать. OpenStreetMap — это, собственно, открытые комьюнити, можно редактировать карту прямо с веба, достаточно легко делается. Есть, собственно, на вебе инструмент, и я потом покажу вариант, как это можно делать с мобильным устройством. Собственно, есть карта OpenStreetMap.org, вам надо зарегистрироваться, завести аккаунт, после этого можно нажимать там кнопку Edit, и, собственно, мы видим сами данные, наложенные на спутниковый снимок. Можно сделать суммин, посмотреть контуры домов. Самое простое, конечно, это рисовать дома-дороги. Это очень легко. Сейчас покажу. Поскольку это Москва, здесь очень много всего уже есть. Ну, просто представим себе, что здесь вот стоит домик. Вот возьмем, допустим, Area и нарисуем. Здесь это очень простая система. Рисуем полигон, выбираем тип полигона. Здание, например. Можно указать этажность, можно указать адрес и так далее. То есть, по сути, кто угодно может достаточно быстро обновить карту, загрузить это сразу в OpenStreetMap, все это пойдет live. Сразу в базу. Ну, я, естественно, это сейчас удалю. Ну, помимо создания домов, можно здесь делать много всего этой дороги. Можно взять и поменять там любой полигончик, продолжить его, тропинки, какие-то входы, входы, в подъезд, например, да, вот если здесь видно, что вот эта парадная часть здания, можно поставить там точку, привязать ее к полигону и указать, что это вход. Вот, собственно, и все, все достаточно просто. Ну, поскольку я не знаю, есть ли он там доподлинно, поэтому я это сохранить не буду. Потом просто жмете save, и все идет live. Причем, не обязательно маппить конкретно, там, не знаю, вы можете начинать с вашего дома, можете открыть там любой просто участок на планете, там, Китай, и что угодно. У меня старший сын, я его зарядил маппить Китай, например. Ну, в результате вы можете посмотреть, есть toolzina.bis.usm, где можно посмотреть на свой профиль, как вы, ваш прогресс, как вы маппите по отношению к другим пользователям, как часто вы маппите. Вот, у меня есть тоже мой профиль. Я люблю коллекционировать, маппить разные страны, разные объекты в них. Вот, это очень интересно, это такой Майнкрафт для взрослых, очень рекомендую. Помимо редактора на вебе, через OpenStreetMap есть еще мобильный редактор, встроенный в Maps.me. Это наша собственная разработка, мы его запустили в апреле 16-го года, в июне 16-го года, и после этого достаточно сильно стало расти ОСМ-сообщество, потому что редактор очень легкий, простой. Единственное, он не обладает, может быть, тем полным функционалом, который есть на вебе, но через него можно редактировать и добавлять информацию об объектах, добавлять адреса домов. Ну, например, попробуем отредактировать вот этот объект. Здесь можно, это здание, можно поставить уточнение адрес, количество, количество этажей. Для здания здесь, собственно, не очень много информации, но можно, допустим, если в этом здании есть какое-то заведение или предприятие, можно добавить информацию, например, здесь есть кафе, ну, гипотетически. Вы там шли по улице, увидели, что здесь есть кафе, можно написать там название. На русском, английском, в любых языках, которые вы знаете, конечно, указать более точный адрес, часы работы, телефон, адрес сайта, тип кухни. Достаточно простая процедура. После этого просто нажимаете сохранить и данные сразу уходят в OpenStreetMap. Ну, при слове, что вы уже авторизовались в учетную запись ОСМ. Я не буду сейчас сохранять, потому что оно пойдет сразу в OpenStreetMap. Вот, собственно, достаточно простой мобильный редактор карт. Ну, может делать эту процедуру, собственно, по всему миру. Вот, собственно, и все. Где-то примерно год назад вышла очень интересная статья. Ты там описал возможное будущее, когда в целом люди не будут участвовать в построении карт. То есть разметкой карт будут заниматься роботы. Роботы. Да, роботы. Как ты считаешь, когда перейдет, будет этот переломный момент и как это повлияет на Maps? Собственно, как это будет происходить, ну, как в идеале это хорошо бы сделать, чтобы это было, работало сейчас в связке с человеком. То есть, допустим, я открываю какой-то участок, нажимаю кнопочку, мне нейросеть распознает там, контуры дорог, домов, а человек потом смотрит соответственно ли это действительности. Просто очевидно, что есть участки на планете, такие участки земли, где там дома один на другом нагромождение или не очень четко понятно грунтовая дорога или асфальтированная дорога, и там без человека не обойтись. И вот человек должен как бы здесь помогать обучать алгоритм, обучать эту нейросеть, показывая, что да, вот это действительно дорога, а вот это вот не дом, это там, не знаю, грузовик на самом деле просто большой стоит. Вот, постепенно-постепенно эта штука будет работать и, ну, опять же, распознавания со спутниковой снимка недостаточно, чтобы полностью формировать весь комплект данных. Есть еще данные на земле, ну, то есть ресторан находится в помещении, например, да, у него там есть какие-то контактные информации и со спутниковой снимка ты не разглядишь на витрине расписание, например. Это можно разглядеть с машинки, с self-driving car, с самым управляемым, который ездит как бы по улице и снимает там все вокруг. И Google что-то в этом управлении не делает, но это, опять же, достаточно тяжело, то есть не все вывешивают идеальное расписание с правильными, хорошо распознаваемыми шрифтами на улицу. Вот, поэтому все равно будет симбиоз. И я думаю, что в течение ближайших, там, наверное, пяти лет сильно упростится задача по, как раз таки, за счет искусственного интеллекта и нейросетей, именно предварительное распознавание контуров дорог и домов. Вот это будет хорошо сделано. У нас в шоу есть традиция, гости задают вопрос нашей аудитории, да, и за лучший вопрос или за правильный ответ дарят подарки. Есть ли у тебя такой вопрос, что ты будешь дарить? Попробуйте придумать функционал, который бы соответствовал духу нашего продукта Maps.me, учитывая, что мы вот такие все про travel, мы про бережливость, про работу без интернета, про надежность, про качество данных и, я думаю, предложение, идея по функционалу, которая будет максимально соответствовать нашему видению развития продукта. За эту идею, собственно, я подарю обложку для паспорта. Она красивенькая, такая брендированная Maps.me и там наш mascot, собачка наша и футболка тоже забрендированная Maps.me. Вот, собственно, два таких подарочка для путешественников. А теперь Blitz. Каким супергероем ты хотел бы быть? Суперменом. Почему? Блин, он летает и он такой сильный. Не знаю. Мак или винда? Мак. Биткоин покупать или продавать? Покупать. Какую книгу ты последней прочитал? Задача трех тел. Ли Ци Син. Какую книгу ты бы порекомендовал нашим зрителям? Думай медленно, решай быстро. Какое последнее приложение мобильное тебя удивило? Мне очень нравится приложение Пик. Это такие квизы для развития мозга. Ну, то есть задачки всевозможные там на память и так далее. Я и детям своим поставил прикольное приложение. Наверное, из того, что я видел, это прям хороший продукт. Кем ты видишь себя через 50 лет? Зачем с того, что я планирую жить достаточно долго, учитывая, что я немножко копаю в биотех, если не бесконечно. Потому что на самом деле в течение 20 лет будет сильный прорыв в биотехе, можно будет как минимум замедлить процесс старения, а там уже можно будет уже куда, так сказать, заведет. Поэтому я себя вижу предпринимателем в сегменте биотехнологий. На самом деле даже не в течение 50 лет, а то в течение ближайших 5 лет. А там дальше достаточно трудно планировать. Предположим, гипотетическая ситуация, тебя может заменить робот. Все, что ты делаешь, может настолько же эффективно делать робот. Чем ты займешься? Давай поправочка на то, что на самом деле сейчас развивается еще нейроинтерфейс, можно будет прокачивать интеллект и биологическим образом, и биотехнологическим образом, то есть как сущность биологических организмов, ты сможешь себя прокачать до достаточно хорошего уровня интеллекта, вполне себе способного соперничать с искусственным интеллектом. Вопрос, будет ли там сингулярность интеллектуальная у искусственного интеллекта. Но вообще, если говорить про 50 лет, да, вообще план такой долгосрочный, это заселять, развивать другие планеты. Вопрос, правда, стоит в межгалактических перемещениях, но это отдельная моя любовь, я очень люблю астрофизику и вообще все, что с этим связано. Там пока не решен вопрос с двигателями и перемещениями на дальние расстояния. Но вообще вот хотелось... Этот вопрос зато решен у Супермена. Да, он прям суперлегко решается. Офис или работа из дома? Офис. Ну, общение с людьми. Работа из дома. Мы очень социальные существа. Сделать что-то, изолируясь от общества, это странная штука. Я периодически могу работать из дома, когда мне нужно там собраться с мыслями, сфокусироваться, но все-таки это больше именно общение с людьми. Офис, в данном случае, надо просто понимать, как место, где ты делаешь нетворкинг с коллегами, с партнерами и так далее. Последний такой провокационный вопрос. На что тебе не хватает твоей зарплаты? Мне, в принципе, на все хватает. Но мне хочется больше, например, инвестировать в... Я хочу акции покупать, компании, в которых я понимаю. Я хочу инвестировать, может быть, даже не столько деньгами, сколько временем, в какие-то интересные мне проекты на уровне ментора. Но там, опять же, вопрос, это не в зарплате. А так сейчас как бы основные деньги уходят в первую очередь на образование детей. Там есть 4 статьи расходов. Образование, в первую очередь, музыка, спорт, ну и там путешествия. А из материального мира, в принципе, все остальное как бы идет ниже приоритетно. Спасибо за ответы. Спасибо тебе. С нами был Евгений Лисовский, руководитель Maps.me. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова